Всем хорошего настроения! В этом видео я постараюсь ответить на один очень популярный вопрос, который вы оставляете в комментариях под моими видео. И этот вопрос следующий. Как знать, когда менять брусок? То есть, как знать, когда прекращать работу более крупным бруском и переходить к заточке ножа более мелким бруском? Вопрос не только очень интересный, но и очень важен для понимания самой сути заточки и для понимания, на каком этапе заточки вы сейчас находитесь. И вот в этом видео я постараюсь все объяснить. И поскольку на каждом этапе заточки свой алгоритм определения финиша по работе с бруском, я буду сегодня затачивать вот этот китайский кухонный нож от компании Синзу. Это один из моих любимых производителей ножей. И мне будет очень интересно, после того, как я перетачу этот нож под углом заточки в 35 градусов, то, что я делаю постоянно с ножами, которые я заказываю на Алиэкспресс. И после этой заточки я его протестирую. И будет очень интересно увидеть результат. Поскольку здесь вот интересная сталь, я уже тестировал нож с этой сталью, но, как известно, не вся суть стойкости ножа в сталь. Ножи нужно уметь производить. То есть мы будем надеяться, что вот этот производитель Синзу сделал намного лучше. Нож из этой сталью он покажет лучший результат. Ну, по крайней мере, мы будем пытаться это проверить. И затачивать этот нож я буду с помощью своего китайского набора камней. Этот набор сейчас у меня состоит из четырех камней алмазных. Но полный набор, он состоит из пяти камней. Еще есть брусок в 200 грит. Сейчас мы к этому еще вернемся. А также рубин на 3000 грит. Это финиш. И будем использовать брусок с кожей. И затачивать этот нож я буду на своей точилке, которую также заказал на сайте Алиэкспресс, которая мне нравится. И я уже запланировал модернизацию этой точилки. И сейчас дожидаясь необходимых деталей. Скоро вы увидите это видео по усовершенствованию вот этой точилки. Ну, а пока буду затачивать так, поскольку даже точилка из коробки точит ножи очень хорошо. И я решил ее использовать в сегодняшней заточке. Давайте для начала я сейчас установлю вот этот нож в точилку. И вернусь к вам. И уже буду объяснять и отвечать на ваш вопрос. Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, установил я нож в эту точилку и установил сейчас угол заточки в 17,5 градуса на сторону, то есть общий угол заточки в 35 градусов. А теперь давайте я начну объяснять и отвечать на ваш вопрос. В данном случае у меня нож абсолютно идеален, то есть мне надо просто изменить здесь угол заточки. Я не вижу смысла работать бруском крупнее, чем в 400 грит, в данном случае это китайский алмаз. Но мой полный комплект брусков состоит из пяти алмазов, а не из четырех. И это еще есть брусок в 200 грит. Для чего я купил этот брусок? Если бы на вот этом ноже был какой-то глубокий замин или скол, тогда бы я работал бруском в 200 грит. Поэтому этот брусок так же надо, но я его, вот откровенно говоря, использую ну очень редко, поскольку таких ножей у меня нет, слава богу. Но если придется работать много, если у вас какой-то толстый там охотничий нож, кто затачивает такие ножи, тогда есть смысл купить еще брусок в 200 грит. Ну, по крайней мере, у меня он есть. И если вы будете работать бруском в 200 грит, там алгоритм финиша следующий. То есть, когда заканчивать работу вот этим крупным бруском. Поскольку я этот брусок использую для того, чтобы исправлять какие-то поврежденные участки ножа, то есть, замины, сколы. И этот брусок заканчивает работу ровно тогда, когда я убираю все вот эти сколы или замины. То есть, точим-точим нож. Я обязательно чаще переворачиваю нож, постепенно убирая. Если вы увеличиваете угол заточки, тогда вы будете вот так сводить нож. То есть, постепенно будете, начиная с плеч, убирать нож или лезвие ножа, вернее, на кромке. Если вы наоборот делаете угол более тупым, тогда вы будете начинать с кромки убирать и двигаться вот туда, на плечи ножа. Или к обуху, вот так. Я не знаю, правильно ли я объяснил. В любом случае, заканчиваем работу этим бруском только тогда, когда мы полностью убираем все поврежденные участки, и у нас идеально ровная кромка. Вот когда увидели, что кромка вот в таком состоянии, не обязательно ее проверять на остроту. Не надо этого делать. Просто увидели, что кромка ровная, вот тогда прекращаем работу. Но также здесь будут действовать все эти правила, о которых я говорю постоянно. Постоянно это не придавливать очень сильно на брусок, поскольку есть вероятность, что вы будете изгибать нож, и у вас не будет того угла заточки, который вы себе там запланировали. И также чаще переворачиваем нож на обе стороны, то есть точим по чуть-чуть стачиваем этот металл, чтобы не сместить кромку. То есть, правила те же, но заканчиваем ровно тогда, когда видим ровную кромку, и что мы убрали все поврежденные участки. Вот такой алгоритм для бруска в 200 грит. Поскольку у нас сейчас все хорошо, я затачиваю бруском 400 грит, и когда заканчивать вот этим первым бруском, и это у меня 400 грит, у кого-то будет 600 грит. Это не имеет большого значения. Главное то, что вы начинаете этим бруском, и алгоритм будет одинаковый для первого бруска. Какой алгоритм, я расскажу, когда закончу работу этим бруском. А сейчас я начинаю соточку. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну а теперь Это просто наблюдение Возможно кому то будут интересно Ну а теперь когда же заканчивать работу Первым бруском В данном случае это брусок 400 грит Все те же ошибки Здесь нельзя допускать То есть минимум давления на брусок Чаще переворачивать Нож это понятно Ну а финиш мы определяем следующим образом Я рекомендую определять, вот для этого бруска, берем кожу, нет кожи, возьмите, наклейте вот на какой-то брусок деревянный, какую-то плотную ткань, например, джинс, или возьмите вот такую какую-то фанеру тонкую, или дерево, фанера, конечно же, там нужно подбирать, поскольку это должна быть не твердая, лучше взять деревянный брусок. И сначала пройдитесь по вот этому подводу, то есть без выхода на режущую кромку. Что мы можем здесь увидеть? Когда мы убираем вот эту грязь, мы видим, во-первых, мы видим результат заточки, убрали мы или не убрали риску от предыдущего бруска, если мы работали бруском в 200 грит. Если не работали, тогда мы делаем выход на режущую кромку, убираем заусенец, после чего берем риск бумаги, давайте возьму новый, и проверяем заточку по всей длине режущей кромки. Вот так режем, режем. Мы будем ощущать, если будут какие-то участки, где надо еще поработать. Вот так проверяем, если ощутили, что или вот эта бумага, эта газетная бумага, она не режется, или же есть какие-то участки не проработанные. Тогда опять возвращаемся к бруску в 400 грит и дальше работаем. Потом опять убираем заусенец и опять проверяем, пока не будет вот такой рез равномерный по всей длине режущей кромки. После этого можно взять вот так бумагу, это у нас газетная бумага, и попробовать ее вот так порезать. Это мы проверяем остроту. Здесь уже должна быть бритвенная острота на этом этапе. Если что-то не так, продолжаем точить, значит есть какая-то ошибка. Если все хорошо, вот это у нас индикатор, что надо уже менять брусок на 800 грит. И в данном случае у меня все хорошо, я считаю, поэтому я меняю брусок на 800 грит и продолжаю заточку. После этого бруска я расскажу вам алгоритм определения, когда заканчивать работу с этим бруском. Поехали. А еще, это у нас уже полировка, то есть у нас нож и так острый, поэтому здесь уже надо еще меньше усилия прикладывать к бруску. Ну а дальше я уже расскажу, когда заканчивать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, ребята, закончил я полировку. Я называю это полировкой, поскольку заточка была бруском 400 грит, и после бруска 400 грит нож был очень острым. А уже дальше это полировка. И это был брусок 800 грит. Как я определяю, когда заканчивать полировку бруском 800 грит? Сначала хочу сказать, что у меня открутилась вот эта гайка, которая прижимает губки. И по этой причине был небольшой люфт. Но я вижу по подводах, я не думаю, что это как-то повлияло на заточку, и нож сейчас очень острый. Но будьте внимательны, вот есть такая возможность. А я вот уже в процессе заточки думал, что надо будет все это разбирать, смотреть, почему появился какой-то такой существенный качели. А это, оказывается, раскрутился. Я не знал, что так бывает. Значит, так бывает. Здесь надо прижимать перед заточкой. Поэтому надо быть всегда внимательным. Когда же надо останавливаться, полировать подвод бруском 800 грит? Смотрите, здесь есть два варианта. Здесь надо понимать, что мы желаем сделать. Если мы желаем сделать максимально зеркальные подводы, тогда нам нужно хорошо убрать с подводов стружку. Это хорошо получается сделать кожей, вот так. И смотреть, нет ли риски и равномерная ли шероховатость по всей поверхности подвода. Поскольку, если мы сейчас не уберем риску после бруска в 400 грит, бруском в 800 грит, дальше мы ее уже не уберем. Это надо будет потратить очень много времени. Поэтому внимательно просматриваем. Я знаю, есть люди, которые покупают увеличительное стекло, чтобы смотреть. Есть люди, которые пользуются микроскопом, чтобы просмотреть равномерная ли шероховатость. И убрали или не убрали риску предыдущего бруска. Скажу сразу, я так не точу свои ножи. Просто после такой заточки, это разве что друзьям показывать, что я умею и как хорошо режет нож. А работать таким ножом, если вы проработаете каждым бруском подолгу, уберете всю риску, сделаете максимально зеркальную кромку. Она будет, ну, просто зеркало будет, вообще не будет, нет царапинки на подводах. Вам будет жалко этот нож, вы уже работать с этим ножом не захочете, не пожелаете. Поэтому определитесь. Вы затачиваете в зеркало, ну, тогда уже смотрите на вот эти подводы. Смотрите и убирайте. Работайте до тех пор, пока не уберете все следы предыдущего бруска. Но я так не делаю, я затачиваю ножи рабочие для кухни. Поэтому я работаю вот этим полировочным бруском 800 грит после бруска в 400 грит до тех пор, пока ощущаю... Вот смотрите, когда вы поменяли брусок, вы ощущаете какую-то шероховатость на вот этих подводах, когда двигаете бруском по ножу. И со временем, с каждой проводкой, когда вы опять, опять, эта шероховатость меняется. Она остается все нежнее и нежнее, вот эта проводка. И когда вы уже ощущаете, что шероховатость не меняется, то есть вы сделали одну проводку, вторую, а шероховатость остается такой же. Вот тогда это для меня индикатор, что хорош. Уже я всю работу, которую должен был сделать вот этим бруском, сделал. Убирать риску я не собираюсь. Идеально зеркальные подводы делать я не собираюсь. Но после того, как вы сделаете так, как я говорю, они все равно будут зеркальные. Они не будут идеально зеркальными. Если присмотреться, будут видны там риски. Но это будет только если очень близко смотреть на нож. Издалека, из расстояния там 50 см и больше, подвод будет казаться зеркальным. Поэтому вы уже там решайте. Но вот только вы ощущаете, что шероховатость не меняется, можно менять брусок. Конечно же и на этом этапе нужно минимизировать давление на брусок и чаще переворачивать нож, чтобы не сместить кромку. Я думаю, это понятно. Вот такая индикация. После того, как вы ощутили, что шероховатость одинаковая, берем опять брусок с кожей, убираем стружку, убираем заусенец и опять проверяем заточку. Зачем это делать? Мы же знаем, что в предыдущем случае нож был максимально острый. Что же изменилось? Он станет еще острее и все. Но если у вас по-другому, то есть нож не стал острее, более того, он стал резать хуже, тогда у вас будет возможность уже на этом этапе исправить ошибку. Найти и исправить. Поскольку если вы не исправите эту ошибку, а начнете точить следующим бруском, придется потом возвращаться. Поэтому сразу же проверяйте. Взяли, вот проверили остроту, проверили равномерность. И только после этого меняете брусок, в данном случае 800 грит, на 1500 грит. И уже для этих брусков алгоритм определения времени, когда надо менять брусок, тот же самый. То есть двигаем, вот я сейчас двигаю, ощущаю какую-то шероховатость, она все меньше, меньше. И в какой-то момент я просто не буду ощущать эту шероховатость. И буду понимать, что все, работа этим бруском закончена, проверяю остроту и перехожу к следующему бруску. Надеюсь, это понятно. Я сейчас продолжаю заточку и вернусь уже к вам с результатом. А на этом ответ на ваш вопрос, как знать, когда менять брусок, я думаю, все, закончен. Я уже не знаю, что добавить. Так делаю я, вот так меняю бруски. Кстати, вот этот брусок точно такой же алгоритм. То есть двигаем, только я уже для этого бруска смотрю на картинку. Просто после этого бруска уже максимально зеркальные вот эти подводы. Также обращаю внимание на шероховатость, но еще больше внимания, чем для этих брусков, на картинку обращаю. И в принципе также проверяю потом остроту после этого бруска, поскольку это уже финиш. Ну, поехали дальше затачивать нож. Закончил я работу. Бруском в 1500 грит. И хотел добавить, я, если затачиваю не на камеру, а просто для себя, в удовольствие, я еще смотрю на подводы, то есть на рисунок. Несмотря на то, что я не собираюсь делать здесь как бы абсолютно зеркальные эти подводы, я все равно смотрю на равномерности подвода. И это для меня индикатор, еще один индикатор для того, чтобы заканчивать работу бруском. Но в последнее время вот такого расстояния, на котором я сейчас нахожусь от ножа во время заточки, поскольку перед руками у меня еще камера, штатив, и я не могу посмотреть ближе. Я раньше смотрел, но тогда я всегда был в кадре, и мне надо было вырезать тот момент, когда я перекрываю картинку своей головой. Вот так. Сейчас я этого не делаю, и больше как бы опираюсь на вот шероховатость, и меньше на эту картинку. Вот так. Ну, чтобы вы понимали, вы уже не будете точить далеко от ножа, вы будете точить близко, у вас есть возможность просмотреть. Так что это еще один хороший индикатор для того, чтобы понимать, что вы уже сделали более-менее равномерную шероховатость, хорошую картинку равномерную, и уже пора бы менять брусок. Итак, смотрите, сейчас нож уже максимально острый, и в принципе вот этот брусок, его уже можно не использовать. Но мы когда-то решили, что финиш надо делать вот этим бруском, и поскольку я уже все ножи делал с вот этим бруском перед тестом, поэтому и сейчас я также его беру, устанавливаю и точу. Итак, ребята, закончил я заточку, в общем, вот этого ножа. И хочу сказать и указать на один недостаток, затачивать ножи разными точилками. Вот привык я к точилке Ruixen Pro 4-го поколения. Эта точилка мне как бы известна, я затачивал очень много ножей на этой точилке, а вот эта еще не совсем известна, поскольку я купил ее недавно. И вот в процессе заточки я сделал несколько ошибок. Во-первых, я не проверил вот эти гайки. Их надо прижимать хорошо. Вот эта гайка была раскручена, и возможно был какой-то люфт. Я мог испортить заточку. Также я еще одну ошибку сделал. Вот здесь, когда вы переворачиваете лезвие ножа, есть вот такое место, куда надо устанавливать вот эту планку. И она не до конца установилась, и я прижал ее. И был вот такой люфт по сторонам. Вот сейчас этого люфта нет, поскольку планка стала до конца. Это также ошибка, я просто не знал о этих ошибках, но все со временем. И вот сейчас уже у вас есть вот такая информация. Точилка эта в принципе мне нравится, но ее надо доводить до ума. То есть немного поработать над этой точилкой. Тем более это просто, и в принципе никаких дополнительных больших вложений не требует эта точилка. Но мы это сделаем в будущем, поскольку у меня на эту точилку большие планы. Вот так. Ну а теперь давайте смотрим на результат. Итак, осталось посмотреть на результат заточки, проверить остроту и уже протестировать этот нож. Сейчас мы проверим сначала остроту на рез салфетки однослойной. Вот она эта салфетка. И сейчас все будет ясно по этому ноже. Да, очень легко он порезал эту салфетку. Я переживал немного, поскольку были небольшие проблемы во время заточки с точилкой. По моей невнимательности. Но результат хорошей заточки. И в принципе я рад. Поэтому будем тестировать этот нож на общем тесте. Очень легко и просто врезается в эту салфетку и режет ее. Вот. Давайте еще. Нет, давайте еще. Поскольку удержать эту салфетку не так уж просто. Поскольку она очень, очень тонкая. Я могу вот, видите, также врезаться просто в касание. Не надо мне вот здесь там стараться найти какое-то положение. Этот нож врезается практически сам. Вот, видите. Давайте еще попробуем, как он врезается вот так. Вот, с легкостью срезал. Так, все, я порезал эту салфетку. Кто-то мне даже написал, что я очень долго показываю результат заточки. Поэтому давайте еще газетную бумагу. Ну, понятное дело, что после такого реза салфетки он ее будет резать просто отлично. Я могу даже не стараться, поскольку это безумно острый нож. Видите? Я даже ничего здесь не подстраивал, просто провел ножом по этой бумаге. Он сам нашел, вот, и срезал. Как врезаться нашел, имею в виду. Видите, как он легко и просто. Ну, в принципе, после заточки ножа K-Make, не знаю, правильно ли я изношу название, результат был тот же. То есть он также очень легко и просто резал вот эту газетную бумагу. Но по результату на стойкость он показал, в принципе, такой же результат, как и ультрабюджетные ножи, которые стоят там 10 долларов. Давайте еще покажу, как он бреет. У меня уже нет волос, не успевает отрастать, поскольку сейчас очень часто затачивает. Поэтому смотрите, фокус чтобы был. И срезал, видите, просто разлетаются волосы. Очень легко сбривает этот нож волосы. Надеюсь, фокус не пропадал. Ну, в принципе, вы видите. А, чуть не порезался. Нет, порезался, вот. Видите, просто прикоснуться ножом к коже. Поэтому с таким ножом на кухне надо быть очень осторожным. Поэтому не все любят вот такую заточку. И я их понимаю. Просто свои кухонные, домашние ножи на каждый день я так не затачиваю. Это просто для теста. И когда я свой нож затачиваю, которым работаю в удовольствие, тогда, да, я так затачиваю. И так больше не буду брить, поскольку пускай еще останется для других ножей. Вот этот участок я сбрил этим ножом. Ну, понятное дело, после такого реза газетной бумаги он будет брить. В принципе, я рад, что все хорошо, поскольку во время заточки я допустил две ошибки. Во-первых, не проверил гайку на губках, и она была раскручена. А, во-вторых, один раз не до конца вставил вот этот поворотный механизм и прикрутил винтиком, который сверху. И он немного вот так вилял. Но я думаю, что я сразу же увидел вот эти ошибки и исправил, поскольку по результату все хорошо. Но в любом случае мы будем тестировать этот нож. Все, всем спасибо за просмотр этого видео, хорошего настроения и до свидания.